Здравствуйте, туристы и милитаристы! Руслан из Audacious Concept на самом деле сыграл со мной довольно недобрую шутку, познакомив меня с Invictus. Почему? Потому что я смотрел на этот нож, он мне нравился внешне, но я смотрел более-менее спокойно и вот когда мы с ним встретились и до этого он мне рассказывал историю Prometheus Design Works, как это все работает. Я сейчас не буду, ребят, повторять. Сегодня у нас будет такой довольно краткий обзор ножа. Почему? Потому что на тему All Terrain, на тему Prometheus Design Works я разгонялся несколько раз. Соответствующие ссылки будут в конце этого видео, на ролики, на обзоры. Вот, и здесь именно момент то, что действительно на эти вещи очень сильно залипаешь. И я на полном серьезе думаю, где бы мне... Ну, Дедушка Мороз уже все, ушел поезд. Надо что-то придумать, где бы мне отжать четыре сотни на покупку компакта, потому что, ну, это действительно, это очень прям затягивает. Нож полное, полноразмерный, это прям вот реально. Я с него тащусь на сто процентов, мне вообще не до чего докопаться. Вот, то есть, на самом деле, что я хочу сказать, то, что стоит он от трехсот восьмидесяти евро, младший, я имею ввиду, в Ламни, в зависимости от того, куда он поедет. И самое главное, то, что это действительно, вот, почему этот здесь фигурка здесь вот в кадре, потому что это действительно пускай небольшое, но доказательство того, что это реально проектная контора, которая берет что-то и делает это лучше. Потому что, казалось бы, Лего, причем это не Лего получается, стандартная совместимая с Лего, скажем так, фигурка. Здесь у нас такой вот Райдер Рейнджер, тут вам и пояс дополнительно идет с таким крюком, отдельно идет топор, компас в руках, рюкзак, все это двигается. И здесь, в отличие от Лего, отдельно у нас идут руки и отдельно плечевой сустав. То есть, здесь действительно все очень так, вот, то же самое, но немножко по-другому и немножко прикольнее. Конечно, сам по себе дизайн фигурки, именно такой туристический, милитаристический, просто суперский. У меня младший научный сотрудник, просто в восторге от этого товарища. Вот, в общем, это просто такой небольшой пример. Именно. Что касаемо ножа, как я уже говорил на распаковке, я уже очень давно понял, что на самом деле меньше не значит хуже. То есть, кто бы там что ни говорил, что не хватает длины и так далее, и так далее, это просто ребята, у вас просто мало опыта общения. Тот же самый, возьмите баскер или випер-снепер от аламиков, не нужно больше. Нож все абсолютно сделает, и он сидит в руке просто как, просто идеально. Вот, и здесь тот же самый момент, та же самая философия. Единственное то, что он, конечно, здесь немножко меньше понтов в этом ноже, чем в старшем брате, потому что у нас старший брат это титановый монолит, здесь именно сборная конструкция. Ну, нож от этого в любом случае хуже не становится. То есть, то, что он меньше, не значит, то, что он какой-то там обделенный или хуже. Нет, наоборот, как раз таки сделали полноразмерную версию, и рынок потребовал, что нужен компакт. И вот вам компакт, наикрутейший EDC-шник. Итак, нож SPD, нет, не SPD, это у нас Invictus C, то есть компакт Prometheus Design Works, и сравнивать я его буду именно с SPD-IL. Длина ножа 180 мм против 206, длина клинка 76, то есть 3 дюйма против 89, ширина клинка 24 мм, это на 1 мм меньше, и толщина клинка 3,5 против 4. Отдельный респект компании, почему? Потому что очень часто компакт-версия пилится из того же листа стали клинок, как и обычная. То есть, ну, грубо говоря, здесь 4, здесь было бы 4. Нет, именно все рассчитано в пропорциях, чтобы здесь все было логично и пропорционально, и здесь, чтобы все было логично и пропорционально. Финиш клинка, очень качественная дробиструйка, которая называется Fine Matte Bit Pint Industrial Finish, вот так вот, никак не меньше, не больше, не больше, не меньше. Вес 102 грамма, с талькостей здесь M390, на рукояти Titan 6AL4V, Frame Lock, керамический подшипник, шарик Detento керамический, двусторонний шпенек с вставкой из алюмината стронца класса Dive Watch. Это значит, что он буквально, не то, что там, ну, то есть, ночью ему достаточно буквально от звезд какого-то освещения, чтобы уже начать потихонечку давать о себе знать. То есть, здесь действительно. Вот, и я не помню, упоминал я или нет, на самом деле, Invictus'овские дизайны, они запатентованы, потому что здесь именно разрабатывалось все, клинок, все эти вырезы, все это, в общем, все, все по уму. Как вы видите, разные здесь у нас логотипы, здесь Кракен, здесь традиционный Прометеусовский. Нож в ладони прячется практически полностью, очень такой приятный брусочек в сложенном состоянии, что большой, что маленький, это действительно просто вот... Люблю я симметричные формы, мне очень нравится такая дирижаблеподобность, вот эти все вырезы в рукояти, вот эти именно спокойные, симметричные, округлые формы рукояти, и, конечно же, здесь невероятно удобный нож. Несмотря на то, что он меньше, он точно не хуже. Прямой хват, вот вам, пожалуйста, надо построгать. Построгаем диагональный хват, упирается в ладони рукоять, пожалуйста, все, что нужно покрутить, покрутим. Для какой-то мелкой работы здесь специально именно в одной плоскости у нас помещены вот такой вот чойл и насечка, мелкая-мелкая, но невероятно цепкая, на обухе. Обух скруглен, красивый такой дроп, такой именно тупоносый немножко клинок. Вот, и у меня в планах протестировать теравантиум против М390. Просто теравантиум себя шикарнейшим образом показал на коррозийную стойкость. Если вы помните, я его на двое суток замачивал в очень-очень сильный раствор именно морской соли. Даже там намека ни на одно пятно не осталось, то есть не было. Вот, и кончик. Кончик здесь реально просто копательный сделан. Что в одном, что во втором ноже. Причем в малыше он еще более такой, именно такой тупоносенький. Но я думаю, что если при желании что-то проткнуть, воткнуть, это совершенно не будет никакой проблемы. На самом деле, производитель называет форму клинка именно как, ну, штыкообразную, байонетовскую такую. Вот. Что дальше? Дальше все по уму. Механика безупречная. Тот же самый, как у старшего братца, эффект возврата ножа в рукоять. То есть, когда ты складываешь, у тебя такое ощущение, что в самую последнюю секунду, в самый последний момент, перед тем, как вот именно упасть клинку в рукоять, она как будто подтормаживается. И с таким очень-очень мягким, плавным звуком, как я сравнивал вот дверь дорогого, такого именно крупного автомобиля, когда он так вот мягко-мягко, но при этом совершенно бескомпромиссно. Так раз и мягенько закрывается. То есть, здесь все то же самое осталось. Нож очень ловкий. И именно здесь нет, вот у меня лично нет никаких сомнений в том, что вот действительно один в руку, вот как он есть, и второй в руку, как он есть. То есть, он меньше, но он ничуть не хуже. Это именно другие возможности, другие вариации. Ну и разгон денег в пространстве тоже. Почему? Потому что на самом деле, если предположить, что у человека есть соответствующие финансовые возможности, у меня, к сожалению, я могу сказать честно, к моему сожалению, у меня таких финансовых возможностей нет. Я это признаю, я это осознаю. Но если бы я мог, я реально коллекционировал бы инвиктусы, просто именно вот старался бы добыть все, все, что возможно. Потому что это действительно очень достойный предмет для вот такого вот крутого нажиманского собирательства. Все. Спасибо за просмотр. Всего доброго, ребят. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok